всем привет привет с вами мило снова итак я сегодня хочу сделать красивую такую шкатулочку или коробочку корзиночку лида как хотите называйте органайзер в общем мне понадобится как он я вырезала два круга это вот по блюдцу это круг вырезала большой приложив тарелочку 19 сантиметров и 16 теперь шпажки мне понадобится коврик много коврика это остатки меня просто и какая-то вот ткань горячий клей также для начала как всегда нарезаю полоски вот здесь вот с краешку чтобы зубчики не попадали без зубчиков ровную полосочку таких полосочек нарезаем много потому что я буду и оплетать и приклеивать и еще плести косички поэтому уйдет много если не от времени сразу делает своими здесь вечерком за просмотром какой передачи или видео во всяком случае я так делаю и да сейчас тоже вечер и так я скручиваю в розеточку вот таким образом беру скручиваю немножечко затем ставлю каплю клея горячего чтобы это все приклеилось опять скручиваю кто работает с горячим клеем осторожно не обожгите руки будьте предельно внимательны намотав немножечко вот такую розеточку я приклеиваю по центру можно вымереть где центр находится или на глаз как я и теперь я приклеиваем постепенно промазываем промазывать я буду и картон окружную здесь вот так и немножко по стенке только не до самого верха конечно чтобы не было видно клей так закручиваю полностью приклеиваю отклеиваю вот этот круг если у вас получается неровно можно краешек обрезать здесь вот тоже я срезаю наискосок и приклеиваем вот таким вот образом чтобы не было утолщины так прижимаем и точно так же я поступаю со вторым с большим кругом большую круг откладываем в сторону маленький тоже и сейчас мы будем работать с маленьким кругом но для начала я беру две полоски в общем измеряю так чтобы мне как раз достаточно было вот здесь нужно склеить до достаточно было и даже немножко с припуском чтобы я потом обклеить могла мой круг и так приклеиваем ждем долго не давим просто ждем вот таким образом до склеиваем полосочки и они крепко потом держатся можно работать склеив полоски хорошо можно еще немножко вот так прижать и видите получается хорошая такая цельная веревочка теперь я укладываю полоски левой стороной так и отмечаю на левой стороне по 5 сантиметров 5 сантиметров не обязательно это сделать фломастером я просто вам показываю как примерно 5 сантиметров 5 и так далее до конца полоски распределяю такие вот точки стали на 2 делаем также также от края 5 сантиметров и чтобы у нас все соответствовало теперь смотрите шпажки бывают разной толщины я беру толстые шпажки и отрезаю 18 с половиной сантиметров откусываю бокорезами можно опилепилочкой что у вас есть чем удобно теперь располагаем параллельно эти две полоски беру шпажку приклеиваю в начале вот таким образом как лесенку и чередую все подряд оставлю небольшую такую каплю клею только приклеилась моя палочка или шпажка да и далее в общем по краю и каждые пять сантиметров можете три сделать можете четыре как вам нравится я решила что пять с левой стороны с левой стороны вот этих полосочек получается такая лесенка или рельсы сейчас я вам покажу я заранее подготовила уже потому что сохнет долго поэтому я решила сделать заранее вот и теперь вот мы должны посмотреть хватит ли нам может быть ошиблись на вот так много у меня получается сделала специально лишнее лучше больше чем меньше вот здесь я сейчас отрежу чтобы это не мешало в общем у меня тут запас получается где-то пять сантиметров на всякий случай теперь разворачиваю мою лесенку беру полосочку здесь лицевая сторона снизу изнаночная значит сверху да то есть таким образом я и буду приклеивать приклеиваю можно под шпажку можно на шпажку давайте приклеим рядом на шпажку рядом с нижней полоской можно что выступала потом мы это лишь не отрежем теперь значит плетем как обычно заплетаем чередуя можно не приклеивать можно сначала сделать чередуя значит снизу сверху снизу сверху снизу сверху снизу сверху снизу и так далее сверху снизу и вытягиваем почему я решила здесь приклеить так надежнее крепче подержаться теперь значит распределяем хорошенько переворачиваемся так я здесь в конце еще не приклеиваю пока просто распределяем так теперь следующую полосочку эту приклеили сверху следующую мне будет приклеена снизу таким образом рядом с этой рядом видите чтобы вот эти края все были рядом подождем пока схватится клей и дальше я плету чередуя опять значит если здесь было снизу теперь я делаю сверху тут наоборот мне нужно пропустить снизу и так далее мне удобнее работать когда лесенка располагается вот так вот таким образом в общем положите посмотрите как вам удобно работать будет плести теперь смотрите я выравниваю эти два ряда и я решила кое-где все-таки приклеить вот небольшие капли клея с левой стороны до приклеить чтобы все это мне уходила у нас не плясала как говорится вот через одну я подклеиваю и теперь я сюда плету до конца и покажу что получилось какое полотно потихонечку получается такой рельеф не забывайте кто делает со мной слегка сдвигать это все и проклеивать здесь через одну потихонечку чтобы не было видно небольшие капельки такие можно использовать резиновый клей еще какой-то другой я работаю всегда горячим клеем потому что так быстрее получается не надо долго ждать капельку и все приклеено и смотрите так красиво получается уже только нитки от клея тянутся надо их убирать но мне нравится штакетник или как полисадник так называется напишите пожалуйста в комментариях вот забыла как называется вот такое плетение и так мои хорошие всегда спрашивайте сколько здесь получается я не считаю сегодня почитала 23 до 23 на 18 с половиной сантиметров шпажек теперь с правой стороны выглядит вот так видите выпукленькая такая красивая вещь и мне нужно срезать теперь ножницами по краю здесь лишние за лишние если где-то отклеилась то подклеиваем сразу бывает что отклеивается на всякое может случиться так ровненько срезала вот видите уже открылась так что я говорю надо следить так 23 штучки чтоб крепко были приклеены и с этой стороны вот я обрезаю или знаете можно не обрезать потому что нужно сначала приклеить и потом лишнее срезать для этого я приклею здесь подклад так возьму мешковину я уже говорила любую ткань можно и по краю промазываем чтобы у нас дно тоже была красивая поэтому пусть у нас здесь будет ткань приклеиваем и лишнее срезаю теперь получается дно аккуратно и также приклеиваю и на большой круг это будет у нас крышка наши коробочки теперь это у нас дно берем нашу заготовку и приклеиваем так я буду промазывать вот эту линию шпажки хорошенько и прижимать моему кругу подожду когда схватится и буду приклеивать дальше таким вот образом вот я дошла почти до конца скатерть расправим и и здесь я теперь вижу сколько у меня лишнего за вот смотрите этот край я специально не доклеивала теперь укладываю здесь до этого края смотрю где заканчивается и мне нужно срезать эти все вот до линии как назвать линии в общем у меня получается где-то по два с половиной сантиметра мы возьмем по 2 до и буду так обрезать подклеивать вот сюда вниз но чтобы легче это было сделать я приклею здесь опять одну шпажку только опять в шахматном порядке да вот таким вот образом покажу как я буду это делать промазываю здесь вот здесь вот здесь приклеиваю подержу и опять вот как мы приклеивали с этой стороны чередую и надо подождать пока клей схватится но скажу вам я сделала ошибку надо было сначала изоленты заклеить и обрезать прям с изолентой то есть они бы держались а теперь мне приходится вот каждую поправлять то есть не повторяйте мои ошибки теперь видите вот я вот так чередую и вот каждую каждую приклеиваю так бы уже было быстрее бы дело если бы я собрала это на скотч или на изоленту ну вот века живи как говорится веку чисто поэтому не повторять мои ошибки заклейте скотчем с левой стороны обрежьте и потом уже легко будет склеивать все все детальки так сейчас я закончу вот я приклеила теперь по шпажке обрежу теперь доклею здесь так и буду приклеить встык затем сверху приклею еще одну полоску задеваю постоянно так и сверху приклею потом одну полоску еще теперь приклею сверху полоску и откусываю здесь шпажку не мешалось и также приклею и отрежу лишнее такую же полоску приклею с внутренней стороны чтобы закрыть этот шов получается вот такая корзинка ну чтобы краю придать жесткость форма уже есть шпажки держат я плету косичку склеиваю три жгутика лицевой стороной один приклеиваю сверху на этот а другой снизу приклеиваем подержу чтобы крепко все склеилось и начинаю плести косичку как мы обычно косички плетем так вот я заплетаю эту косичку получилась длинная такая теперь с внутренней стороны я приклею эту косичку вот таким образом промазывая здесь можно промазывать косичку саму так будет даже лучше потому что здесь не угадаешь где промазывать если у нас два жгутика косичку мы промазываем и вот нас приклеивается только будьте осторожны здесь у нас отверстия дырочки между рядами чтобы не обжечься и так приклеиваю для красоты я оставляю вот такой краешек волной я обклеила вокруг обрезала лишнее теперь здесь промазываю клеем все эти кончики и можно прижать ножницами аккуратненько каждый хвостик и подержать и аккуратненько все это приклеить теперь косичку я приклею по низу тоже вот так так получается вот так но здесь я еще приклеим вот эту штучку чтобы закрыть некрасивое место дно обработали теперь коробочка в принципе готова можно сюда поставить цветы только естественно вместе с горшком чтобы вода не протекала также можно поставить кухонные какие-то лопатки да но мы делаем с вами с крышкой коробочку поэтому я опять беру мою крышку которая 19 сантиметров и обклеиваю тоже здесь косичкой так по краю чтобы было красиво при наклеивании я стараюсь вот этот край выравнивать чтобы тут плоскость была ровная хорошенько прижимаем получилась вот такая красивая крышечка у нас беру косичку 15 сантиметров приклеиваем одну сторону на другую теперь с левой стороны приклеиваю наш жгутик прокручиваю проклеиваю это я видела у одной мастерицы помню как канал называется в общем искала искала хотела найти так не нашла вот по памяти мне так понравилось но я решила немножко другое сделать и вот таким образом я буду приклеивать пока у меня здесь не получится шайбочка лишнее обрежу так получается вот так вот делаю две детали затем край вот этот подклеиваю вот прижимаю к этой шайбочке я общем девочки хотела сделать вот так вот так на крышке до чтобы здесь две ручки свисали сейчас покажу вот типа вот такого медвежонка что лили собачки но в конце решила переиграть и сделать украшение мне кажется так даже лучше смотрится и приклею я эти шайбочки и вот здесь по краю таким образом а на крышку наверное сделаю кольцо и здесь тоже соединю и так промазываю хорошенько только не доходя до края чтоб клей не вылез и вот здесь аккуратненько по краям и делаю украшение можно потом подклеить еще край для крепости и с другой стороны приклеиваю такую же петлю и вот здесь по центру тоже можно склеить серединки эти промазать и прижать для петли на крышку я взяла 19 сантиметров можно 18 18 8 промазываю здесь клеем с другой стороны тоже чтобы это все потом срезать легко и не распустилась косичка наша с этой стороны делаю то же самое прохожу с клеем где-то на пол сантиметра шириной подсушиваю склеиваю вместе концы и накладываю жгутик двух местах здесь оставляю край потому что на этой стороной приклеим потом и два таких жгутика приклеиваю получается вот так и этой стороной теперь приклеиваем здесь у нас центр промазываю так делал наш шов штук шоу был сзади обязательно и приклеиваю я промазала здесь 4 сантиметра вот отсюда вот отсюда чтобы это все держалось получается вот так красота и у меня получилась вот такая коробочка крутая лофт и вот такая своеобразная коробочка напоминающая чем-то домик или фонарь что-то такое и да мои хорошие надо покрыть лаком у меня вот такой лак матовый и желательно два раза вот покрыть коробочку и внутри тоже тогда она будет крепче и можно будет ее мыть я вам подала идею пишите будете ли вы делать как-то иначе я знаю что у каждой мастерицы своя фантазия так что в творческих вам успехов и буду рада если вы мне тоже скинете на телеграм-канал такие домики коробочки если конечно будете делать такие да вот с вами была милла и да до встречи до скорой встречи вот скорее всего так по скорой скорой всем пока пока хорошего отдыха настроения и главное здоровья заходите ко мне в гости всегда рада люблю целую всем пока пока а